Здравствуйте, в эфире программа Азбук-уптребителя, с вами Мария Бодрова. Сегодня говорим о приватизации. Бесплатную приватизацию продлили до 2016 года. И эта услуга официально бесплатная, но некоторые конторы берут за нее деньги. Вот сегодня узнаем, как этого избежать и какие надо собрать документы. Разберемся по буквам. Власти в очередной раз продлили сроки бесплатной приватизации. Теперь ее можно проводить до конца 2016 года. Чиновники предупреждают, отсрочек больше не будет. Оформив право собственности на жилое помещение, вы приобретаете право распоряжаться им по своему усмотрению. То есть продать, обменять, подарить, завещать и так далее. Являясь же нанимателем, например, муниципального помещения, вы в этом праве ограничены. Сейчас предоставляется собственность бесплатно. Жилые помещения, находящиеся в государстве муниципальной собственности. После марта 2016 года нужно будет платить выкупную цену. Приватизировать ли квартиру или комнату каждый гражданин должен решить для себя самостоятельно. Хотя, на первый взгляд, плюсов у приватизированного жилья куда больше, чем у социального. Бесплатно приватизировать занимаемую у государства на условиях социального найма квартиру можно только один раз в жизни. Но если жилье оформили в собственность родители или опекуны несовершеннолетнего гражданина, то по достижению последних 18 лет это право сохраняется. Согласия на приватизацию должны дать все члены семьи, в том числе и дети в возрасте от 14 до 18 лет. Это требование предусмотрено статьей 54 жилищного кодекса РФ. И если хотя бы кто-нибудь из жильцов откажется, то приватизировать квартиру будет крайне сложно. В этом случае единственный разумный выход – договариваться и просить родственников не мешать приватизировать квартиру всем остальным членам семьи. Последствия в этом случае какие? То, что человек будет там проживать до какого-то момента, допустим, пока его, например, не выселят, он не сможет распоряжаться указанным имуществом, долей своей, он не сможет эту долю свою, как бы, полагаемую ему, если бы он не отказывался, дарить, продавать, передавать по наследству и так далее. В коммунальных квартирах вопрос можно решить, приватизировав часть комнат, в которых проживает семья. А вот в отдельной квартире оформить в собственность долю, а не все помещение целиком, по закону не удастся. Также не разрешат приватизировать помещение, находящееся в аварийном состоянии, под арестом или служебное жилье. Множество хлопот может возникнуть, если в квартире когда-то решили сделать перепланировку. В этом случае проведенную перестройку придется узаконить, и на это может уйти более полугода. Для приватизации минимальный перечень звучит так. Значит, паспорта лиц, участвующих в приватизации, копия лицевого счета, выданная бухгалтерией, справка с места жительства, выданная паспортным столом, и технический паспорт. Собрать полный пакет документов для приватизации квартиры можно как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами юристов. В первом случае получится сэкономить деньги, но придется тратить драгоценное время и нервы, ведь часто возникают сложности, о которых граждане даже не подозревают. К примеру, дополнительные бумаги обязательно потребуют в том случае, если человек менял фамилию, место жительства, получал новый паспорт, стал гражданином Российской Федерации после 1 января 1992 года. Некоторые документы могут иметь ограниченный срок действия. Приватизация у нас по закону бесплатная, однако есть сторонняя организация, называется она Бюро технической инвентаризации, которая заключила договор с Департаментом управления имуществом и представляет его интересы. И за это она берет с граждан в районе 4 800 рублей за заключение договора передачи квартир в собственность граждан. Так поступают те, кто не знает об альтернативных методах решения вопроса. Эту ситуацию можно разрешить в пользу экономии. Вы можете подать непосредственно документы в Департамент управления имущества через окно на Льва Толстого 20, либо обратиться в суд за признанием права собственности в порядке приватизации, уплатив госпошлину 300 рублей. Далее вам придется заплатить госпошлину только в регистрационной палате, и составит она 2000 рублей, то есть вдвое меньше. Также можно узнать, была ли приватизирована ваша квартира ранее. Ответить на поставленный вопрос может регистрационная служба. Если квартира была приватизирована до 1998 года, то она может не обладать соответствующей информацией. В таком случае может помочь БТИ. Желающим оформить право собственности на квадратные метры лучше не откладывать свои планы в долгий ящик. Необходимую информацию вы можете уточнить в Самарском департаменте имущественных отношений и на сайте Госуслуг. Обращайтесь за помощью к специалистам. До встречи в программе «Азбука потребителя». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова